Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас внеплановые пустые баночки, да, я не стала как-то это выносить прям в общую кучу, потому что как-то в общих банках всегда овер дофига получается у нас. Что-то и последнее видео тоже вышло какое-то достаточно длинное, поэтому я решила, что именно из поездки баночки я вам покажу в отдельном видео, чтобы потом это сразу целая куча не вкинулась в общую массу. Вот, то есть поскольку тут все практически travel size, влезло в косметичку, давайте смотреть. Так, давайте начнем с тканевых масочек. Я их всегда беру во всякие поездки, мне прям как-то нравится их так делать. Значит, у меня получается тканевых, значит, три штучки. Авокадо. Это у нас, господи, Орджена, Архена бренд, я не очень уверена, как это правильно прочитать. Корея, неважно. С авокадо. На вечер отлично напитала, увлажнила, очень клевая масочка, мне прям нравится. И очень, кстати, приятный аромат у нее был. Прям вот, ну, я не знаю, прям на сколько, прям на 100% авокадо, но очень похоже. Очень мягкая душка, никаких резких запахов, ничего такого. На вечер отлично, на утро, наверное, немножко, множко будет, потому что достаточно плотная сама вот эта субстанция, которая внутри, и будет, ну, тяжело ложиться просто потом косметика, да, если вы собираетесь краситься. Поэтому, так, лучше вечером. Дальше, Iron Lip Beauty маска, увлажняющая, с гиалуронкой, более чем классика, да, что еще, да, более придумать классического, чем гиалуронка. Она действительно просто хорошая увлажняющая маска, все. Вот, а вот эта маска мне очень нравится, это, по-моему, правда, уже Китай, а не Корея. Да, изготовитель Китай. Эта маска, она, ну, написано, типа, Silk Mask, немножко отсвечивает. Она называется увлажняющая тканевая с протеинами с шелком. У меня она уже была и еще есть. Очень мне нравится она. У нее очень-очень кремовая такая пропитка, и она прям вот суперкруто увлажняет. Прям вот это реально прям как эффект от хорошего, хорошей увлажняющей процедуры, там, у косметолога. Потому что вот если вот эти базовые, там, авокадо, гиалуронка, просто базовая увлажнялочка, ну, то есть без изысков. А вот после этой прям вот кайф, то есть уличка такой бархатная, прям очень мягкая, очень классная. То есть крайне рекомендую присмотреться, если любите тканевые масочки, обратите внимание. Она такая немножко отсвечивающая, чтобы вас не слепить. Так, еще для лица я брала очищающую с экстрактом алоэ. Я люблю такие штуки брать, ну, после самолета, мне как-то хочется прям вот начиститься, намыться. Это у нас медформула, дом природы. Это крымская косметика. Вот такая однушечка с алоэ. Она с глядью Сакского озера, соответственно, запах соответствующий, да, как вы понимаете. То есть никуда от этого не деться. Но как бы она очищает классно, прям в труху. Ну, она высохнет, наверное, конечно, но это надо ее, во-первых, очень тонко намазать и очень долго с ней ходить. Потому что она достаточно кремовая и обычно такие грязи, они очень достаточно подсушивают. Здесь ничего высушивающего нет. А если вы еще и тканевую сверху рубанете, то отлично будет. Так, еще однушечка патчей. Это у нас бренд Patchology. Не скажу, что я осталась прям супер от него в восторге. Ну, то есть он такой не супер бюджетный. Просто классические патчи. Мне единственное, что понравилось, они как-то подсветили прям кожу под глазами. То есть у меня в целом нету каких-то супер проблем. Тщинки под глазами, супер отечность, то есть чего-то такого сверх. Не проблемная кожа. Фу-ту-тфу. Но здесь как-то вот мне хотелось, вот именно конкретно от этого бренда, за счет моего цены, хотелось, наверное, чего-то поболее. То есть как базовые патчи их рассматривать можно. Как что-то экстра вау, ну, нет. Просто неплохие базовые патчики. Так, дальше, что у нас тут еще из таких сошеток? Это у нас Несмывашка. Крем-уход термоактивный от бренда Тресоме. Филлер эффект. Эту серию я пробовала. У меня было шампунь и бальзам из этой серии. Шампунь для крайне сухой кожи головы мне не подошел. Мне он жирнил волосы. То есть это надо, чтобы были прям совсем сухонькие. Бальзам офигенный. То есть мне очень понравился. Отличный выглаживающий. А вот крем-уход мне тоже не понравился, потому что... Собственно говоря, вот последний раз, как я мыла голову еще с помощью этой штуки тоже, да, я ее наносила после мытья. И с учетом, что это типа филлер, что это типа гладкость волос, волосы не гладкие. И это я их еще хорошо вот по несколько раз прочесываю, потому что когда я просто ее это нанесла и высушила феном, у меня был просто пух. Мне казалось, что у меня волосы просто как солома. То есть мне вообще не понравилось это средство. Притом насколько хороший, то есть кондиционер, шампунь, бессульфатный, кстати, да, если интересно, можете попробовать. Если кожа головы сухонькая, вам понравится. Кондиционер, они пишут, насыщенный. Он действительно насыщенный, но вот этот несмывашка вообще мне не пошла. Мне кажется, что если вы пишете тем более для гладкости, это вообще не оно. Так, дальше. Крем для ног. Я брала свой из дома, который уже практически закончился. Закончился, думаю, вот я его и добью. Я вообще планировала там вам пустые банки снимать, но не успела, пришлось все везти назад. Здесь у нас с маслом авокадо. Это у нас бренд LaFresh из магазина Magnit Cosmetics. Блин, девчонки, я пока снимала вам. Меня отвлек курьер. Подарочки продолжаются. Не могла с вами не поделиться. Вы только посмотрите, какая красота. То есть я не знаю, я в цветах ни шарю не понимаю, но что это такое синее и красивое? Это что за прелесть? Это же просто вообще что-то невероятное. И это мне цветочки заказал человечек, который находится в Израиле. То есть не забыл, спросил, когда ты еще в Екатеринбурге, когда ты вернешься? Блин, прям максимально очень приятно, прям до слез. То есть, девчонки, кто знает, что за цветы, скажите мне, потому что я бездарь-бездарь в этом. Так, ладно, отвлеклись, продолжаем про кремы. Значит, бюджетный бренд из Magnit Cosmetics. Не скажу, что это прям супер что-то, вау, напитывающее, питательное. С авокадо как-то хотелось, наверное, чего-то поболее. Но если у вас не убитые пяточки, то в целом на базовое ежедневное увлажнение вам этого более чем хватит. Так, две малышечки у нас от L'Occitana, гель для душа и лосьон для тела с ароматом вербены. Вы знаете, я маньяк вербены. Люблю, обожаю, обожаю. Супер. Ну, гель для душа тут вообще просто ван лав запах. Здесь запах практически такой же, просто более умягченный, да, за счет лосьона. И смысл в том, что я ожидала, что это же лосьон. То есть он действительно достаточно легкий. Сейчас я попробую, может, у меня что-то получится. А, во, что-то он даже выплюнул. То есть вот, это не баттер, это не что-то сверхгустое такое напитывающее. Я думала, что будет просто легкое базовое увлажнение. Боже мой, как я люблю этот запах. Но он прям круто увлажняет. Я вообще не ждала, но с учетом, как у меня сохнут голени, и меня прям это спасло. Прям отлично. Очень мне понравилось. Класс. Ну, и аромат, конечно, просто песня. Так, для волос. Значит, питательный бальзам от бренда Happy Endings, видимо. Не поняла продукта. Просто не поняла. То есть такое ощущение, что он просто ничего не сделал. Это у меня, по-моему, попалось в каком-то из адвентов. Не знаю. Ничего не могу прокомментировать. Так, масочка. Это у нас Authentic Beauty Concept. Glow Mask для окрашенных волос. Она у меня уже была. Мне кажется, кстати, как раз в прошлом году, в поездке на день рождения, я тоже как раз такой же малышкой тоже брала. Тоже из какой-то бьюти-коробки она мне досталась. Здесь какой-то, кстати, очень сильно знакомый запах. Чуть-чуть, даже капелька какая-то осталась. Не могу понять, на что похоже, на какое средство. Ну, я не скажу, что это прям супер маска. Опять же, то есть если волосы у вас не крашены, вам понравится. Но они же ее позиционируют для окрашенных волос. То есть для окрашенных волос мы что хотим? Чтобы волосы пистели, да? То есть сохранялся цвет яркий. Нет. Это просто базовая увлажняющая масочка без изысков. Вот назовем это так. Так, для лица у нас чуть-чуть осталось. И все. Малышечка от Farmstay уже вам такое показывала. Это у нас Pore Scrub, то что называется. Обожаю эти треугольнички. Не на ежедневное применение ни в коем случае. То есть крайне редко, когда хочется прям чего-то экстра. Оно так классно отшлифовывает, так классно потом косметика ложится, когда вот он хочет под мероприятие, да? То есть что-то такое. Прям вот экстра какого-то очищения. Экстра вот убрать все шелушинки. Все-все-все-все-все. Обратите внимание вот на вот эти штучки Farmstay. В этом плане прям молодцы. Так, и дальше подобивала свои тоже малышечки. Значит, Lancome, Genifique. Advanced Genifique. Классическая их сыворотка. Очень приятно. У меня таких малышек было, мне кажется, наберется больше, чем на полноразмер. То есть я хорошо знаю продукт. Если любите люксы, финансы позволяют. Имеет смысл присмотреться. Очень-очень приятная сыворотка. Очень классно увлажняет. Как-то вот укрепляет. То есть прям мне понравилось. И без излишней глипкости. Так, от Aven. Это у нас сыворотка. Антиоксидантная. Тоже очень легкая, очень приятная. Никакой вот жирности лишней. Я все это не люблю. Вот. Ну, тоже как доп. опция на увлажнение. Да, под крем вполне себе хорошая аптечная версия. Так, и дальше у нас увлажняющий крем от бренда Sisteo. Тоже в каком-то бьюти-боксе мне достался. Давайте посмотрим. Ничего не вижу. То есть вот такая малышечка. Тоже очень приятный базовый крем. Я не скажу, что его, наверное, на сухую кожу все-таки, наверное, нет. Его просто не хватит. Потому что захочется чего-то поболее. Мне хватило. То есть я как раз сыворотки вот им перекрывала. Мне прям очень понравилось. То есть я что-то даже не ждала. Я даже не знаю, что это за бренд на самом деле. Это у нас... Это у нас делает гель-тек. Я забыла совсем. Это у них одна из их подлинеечек, скажем так. То есть то, что гель-тек они в основном делают для такой бюджетный проф, скажем так. То есть плюс еще всякие ультразвуковые гели. Тоже я и сама этими гелями гель-тековскими пользуюсь для лазерной эпиляции. И, соответственно, здесь вот такая история с Истео. Тоже очень неплохое. То есть гель-тек у них не самые прям суперактивные все-все-все там позиции и составы. Но есть прям локально хорошие продукты. Здесь мне тоже как бы очень понравилось. Все, косметичка пустая. Что-то вроде не так много. Ну что сюда положишь, да? Не так много. А все равно наболтала на 15 минут. Все, заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.